Ну что же, мы возвращаемся сюда поближе к центру, в Санкт-Петербург, как минимум, дроны над городом. Сегодня в День Воздушного Флота России, Северной Столицы, пройдет фестиваль летающих роботов и инновационных технологий Дронфест. За гонками квадрокоптеров наблюдает мой коллега Артур Максимов. Артур, я тебя приветствую. Ну что, я вижу у тебя пульт в руках. Неужели тебе такую серьезную технику тоже доверили? Регина, приветствую тебя. Нет, такую серьезную технику мне не могли доверить, потому как гоночные дроны действительно весьма-весьма опасные аппараты. Ну а вот это вот то, с чего, в общем-то, начинает любой желающий постигнуть этот вид спорта. Это такая пародия, в общем-то, на гоночный дрон. Специально для летишек сделан. Ну и я вот решил тоже попробовать. Все, что может конкретно этот дрон, это взлетать и очень неумело поворачивать. А под моим руководством, ну сами видите, как-то вот ура, у меня наконец-то получилось зависнуть в воздухе, но нет, я снова упал. В общем-то, последние полчаса у меня только так и получается сделать. Но вот что касается профессиональных гоночных дронов, вот как они выглядят. Дрон развивает скорость 150 километров, 200 километров в час, что отличает, в общем-то, от стандартных квадрокоптеров, которые мы привыкли видеть на разных больших мероприятиях, чтобы снимать все сверху. Во-первых, здесь камера расположена под 45 градусов, поэтому и сам дрон летает именно вот так, что придает ему и больше скорости, и возможности маневрировать. Примерно вот такой стоит от 30 тысяч, ну в зависимости от комплектации, от движков и от самой камеры. Что касается трассы, по которой сегодня идут гонки. Футбольное поле стандартного размера, на котором расположено несколько чекпоинтов. Это вот те самые железные балки, под которыми должен дрон пролететь. Также есть и флажки, и вот петлять они должны змейкой, вот эти самые дроны. На 3 километра они могут отходить от своего хозяина, ну здесь-то это, в общем-то, и не нужно, но чревато тем, что любимого летающего друга можно потерять, потому как они, повторюсь, маленькие и очень-очень шустрые. В общем-то, примерно такая же судьба была и у этого дрона. Алексей, приветствую тебя еще раз. Ну вот расскажи, какие приключения твой дрон испытал? Ну самое веселое было, когда я летал по осени, когда уже были заморозки. Я его потерял в луже, упал в лужу, не смог найти сразу, искал трое суток. И спустя только трое суток нашел его уже в луже подо льдом. Но он действует, все у него хорошо, да? Ну безусловно, пришлось перебрать электронику, отмыть что-то, какие-то блоки поменять. Но сейчас, да, летает без проблем. Обратите внимание еще на камеру. В общем-то, сами пилоты, можно ведь вас так называть, правильно? Сами пилоты от первого лица видят все, что происходит на трассе, потому как сигнал от этой камеры передается вот как раз в эти очки. Леша, расскажи, насколько вообще реально выглядит картинка? Картинка с минимальной задержкой, что очень для нас важно. Эффект погружения в очках достаточно высок. То есть ты когда летишь, ты практически не задумываешься о том, что происходит вокруг. То есть это как в кинотеатре «Аймакс», допустим. Но из минусов достаточно плохая картинка уровня бабушкиного телевизора 80-х годов. Примерно вот так вот. Безусловно, есть современные цифровые передатчики, но они пока не набрали популярность в силу и технических сложностей, и их стоимости. Скажи, Леша, а насколько вот можно мощнее сделать дрон, ну, в сравнении с твоим, допустим? Ну, принципиально, ну, раза в полтора вот так вот можно выжать скорость, тягу, да? Но у нас увеличится масса, и у нас ухудшится маневренность. То есть этот аппарат сейчас – это максимальная сбалансированность, максимальная скорость и маневренность. Так как мы летаем не просто напрямую, да, не как драг-рейтинг в автомобильном спорте. Ну, допустим, здесь такое направление, да? Но у нас все-таки это трековые гонки, постоянные повороты. Так, ну вот я, по всей видимости, один из тех зрителей, которые заболели этим видом спорта за последнее время. Скажи, с чего начать на новичку? Ну, для начала нужно начать с изучения в интернете профильных ресурсов, фотофорумы, различные порталы, определиться с выбором технических комплектующих. Так, немаловажно познакомиться с летающими людьми в твоем городе, они тебе много подскажут. Заказать все комплектующие из-за рубежа для сборки, так как эти коптеры собираются в основном сами, самостоятельно. Вот, и учиться летать в это время в симуляторе на компьютере. Ну, я так понимаю, так как гонка идет, мы запустить твой дрон не можем? Ну, сейчас уже нет, да, сейчас уже начнутся соревнования, будет самый разгар, вот, но можно будет поснимать вот наше выступление. Спасибо, Леша. Ну, что касается соревнований, Напомню, это гонка дронов, участвует в ней по меньшей мере 20 участников. В большинстве случаев это, кстати, представители Москвы и Московской области, также здесь и петербуржцы, и по одному участнику представили Казань и Хельсинки. В скором времени начнется уже первый старт, до этого была квалификация и тренировки. Несколько дронов уже не вошли, так сказать, в арку, ударились об стенку, но хозяева, как, очень быстро выбегают на поле, как правило, и тут же его чинят. Так что, такие дроны могут стерпеть все. Регина? Да, Артур, ну тебе я хочу сказать, раз ты заболел этим видом спорта, как ты сказал, ну что же, учись им управлять. Пока у тебя получается не очень, как мы видели, но у тебя есть вот сейчас по-другой профессионалы, которые могут вполне тебе дать несколько уроков. Тебе большое спасибо. Это был мой коллега Артур Максимов.